Мэрия окружной столицы пригласила будущих дизайнеров к сотрудничеству в рамках благоустройства города. Встреча со студентами профильных курсов дизайна и графический дизайн Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и первого заместителя главы города Андрея Бережнова прошла в здании учебного заведения. Речь шла о создании комфортной городской среды в Наринмаре в рамках приоритетного федерального проекта, а также других проектах мэрии по данному направлению, в том числе об участии Наринмара во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». За период участия в проекте о формировании комфортной городской среды от жителей столицы поступило 122 предложения по благоустройству. 11 предложенных территорий участвовали в рейтинговом голосовании в прошлом году. Как отметил первый заместитель главы Наринмара Андрей Бережной, приоритеты благоустройства напрямую зависят от инициатив и идей самих граждан, которые отражаются в рейтинговых голосованиях и общественных обсуждениях. Как видите, в 2019 году проголосовало 4258 человек. Если взять количество взрослого населения, то практически почти 30% людей, которые могут голосовать, не участвовали в этом рейтинге голосования. Это на самом деле здорово, это понятно, что люди хотят, чтобы было лучше, людям интересно. Мы пытаемся максимально подоставить место, где это возможно, чтобы потом и показать, что это не пустые слова, а реальные дела, которые можно подразумевать воочию. Также в ходе встречи речь шла об участии Наринмара во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Наринмар будет представлен проектом благоустройства сквера на участке пересечения улиц Смедовича и Победы. Сейчас на этом месте пустырь, в центре которого расположен действующий спортзал одной из окружных школ. Как пояснил Андрей Бережной, реализация проекта станет возможной при условии победы во Всероссийском конкурсе. В случае участия и победы в конкурсе, федерация, это не деньги округа, федерация выделяет, может выделить до 80 миллионов рублей на реализацию какого-то проекта, который прошел конкурсный отбор, победил именно на благоустройстве, не на строительство, на благоустройстве. Как рассказал Андрей Бережной, в проекте сквера запланировано несколько функциональных зон для отдыха и проведения досуга молодежи, не рассчитанных на массовость. Архитектурной доминантой проекта станет арт-объект, прикрывающий сегодняшнюю коробку спортзала. Архитекторы выбрали образ рыбы, как один из символов Наринмара, отраженный в том числе на гербе города. Это всего лишь один из элементов этой территории. Территория крайне насыщенная, она крайне насыщена будет светом, зонами пешеходными, зонами отдыха, зонами, где могут собираться люди, конструкциями, где могут, как я говорил уже, внутри собираться люди, зонами, где можно будет проводить торжества, концерты на открытой площадке. По словам первого заместителя мэра, найдется место в новой благоустроенной зоне и для малых архитектурных форм, в том числе по эскизам горожан, в первую очередь начинающих дизайнеров. В свою очередь в ходе разговора будущие дизайнеры отметили, что готовы принести свои наработки в ближайшее время. Мне кажется, что с сегодняшней встречей, что город будет больше как для молодежи, для досуга, чтобы можно было где-то проводить. Вот действительно затронули такую проблему, что ребята, подростки по магазинам, по подъездам бегают, ну, все ходят, это действительно и мешает, и тем, кто живет, жителям, и, ну, и, в принципе, и как мне это тоже мешает. Я иногда вижу вот эту молодежь, они кричат, голодят. Это было бы очень интересно, я бы сама хотела посидеть вот в таком, в каком-то центре. Также на территории благоустроенного сквера планируется расположить этнографический музейный дворик с чумами, то есть место для уличных экспозиций Ниньского краеведческого музея, уличную мини-сцену, купольную конструкцию с универсальной площадкой для организации мероприятий и торговой площади. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал «Север». Продолжение следует...